Сегодня в Москве специалисты Межгосударственного авиационного комитета начнут расшифровку черного ящика. Ну а в Казахстане продолжается расследование всех обстоятельств авиакрушения. Результаты экспертизы и следствия будут опубликованы 10 января. Ранее Косможумар Токаев распорядился проверить все авиакомпании страны. Генпрокуратуре и МВД поручено в кратчайшие сроки установить причины авиакатастрофы, а виновных привлечь к ответственности. В ходе экстренного совещания, которое началось с минуты молчания, президент заявил о необходимости проверить законность пристроек близ аэропорта Алматы. Это большая трагедия. Выражаю семьям погибших от себя и от имени всего казахстанского народа искренние соболезнования. Родным жертв крушения и пострадавшим будет оказана материальная помощь. Этим вопросом займется правительство. Правительству Акимата Малматы и Алматинской области дано указание выплатить семьям погибших по 4 миллиона тенге. Родным погибших также окажут психологическую и медицинскую поддержку. Для расследования причин падения самолета по поручению главы государства была создана правительственная комиссия во главе с премьер-министром страны. В составе комиссии министра индустрии и инфраструктурного развития и представителей других госорганов. Пока же лицензию авиакомпании БКР приостановили, а все полеты отменены. Но до полной ликвидации перевозчика дела, скорее всего, не дойдет. Согласно закону, мы же живем в правовой государстве. Мы же не можем компанию закрыть, ликвидировать и так далее. Наши компетенции, как государственного органа, приостановить деятельность эксплуатанта, то есть компании БКР. Мы его приостановили. Самолеты Фокерс-то летать не будут. Что касается его деятельности, финансо-хозяйственной, других деятельностей, это уже компания, его акционеры или учредители, они сами будут решать. Продолжение следует...